В гостях у нас заслуженный артист России, создатель оркестра русских народных инструментов Калинушка Пётр Цоколов. Пётр Александрович, в этом году у вас целых два юбилея, ваше 60-летие и 30-летие вашего детища, вот этого оркестра Калинушка. Что важнее для вас? Конечно, Калинушка, потому что это половина жизни моей, которая проведена с этим удивительным коллективом. Скажите, пожалуйста, а это был такой зов души, необходимость быть руководителем какого-либо коллектива? Как зародилась вот эта идея? Ну, начну с того, что я получил высшее образование как дирижер, и поэтому со самого детства меня связана была игра с оркестром, с ансамблями. И, конечно, когда сюда я приехал, и Александр Николаевич Якупов, бывший директор музыкального училища, вызвал и сказал, так, ставлю задачу, это в 85-м году, ставлю задачу, чтобы через год был ансамбль, концертный ансамбль, который бы выступал в городе Ментагорске, на комбинате, в окрестностях. И вот так вот поставлена была передо мной задача. Мне дали 20 человек ребят, которых надо было за год научить держать инструменты в руках, потому что на струнных инструментах играли баянисты. И вот 24 марта 1986 года мы выступили, публично выступили уже с концертом, дали первый концерт. Вот со дня вот этого первого публичного выступления как раз ведется счет нашего оркестра. И потом уже через три года была поездка на межреспубликанский фестиваль в Северодонецк, на Украину, где мы представляли национальную культуру России. Это был единственный коллектив. Это была удивительная поездка. И вот с этого момента как раз началось развитие нашей коллектива, такое активное. Очень много концертов на комбинате, в сельской местности. Мы давали где-то в год порядка 30 концертов. Вот с этого началась история. Петр Александрович, скажите, пожалуйста, вот вы всю свою творческую жизнь как раз-таки занимаетесь пропагандой народного искусства, творчества. Для вас понятие «народник» – это что? Народник, ну, как музыкант, это в первую очередь душа. Это в первую очередь душа. Это отражение национального, национального, ну, того, той копилки, которая накоплена веками. Это не может быть только одна Россия. Это вот любая национальность. И вот это сохранение и преумножение, в первую очередь, сохранение вот этих традиций национальной культуры, национального, народно-инструментального исполнительства. Вот основная задача, вот как-то меня, мои педагоги воспитали, именно быть пропагандистом. Пропагандистом в первую очередь. А что включает в себя вот понятие «народник», я имею в виду? Вот главная суть. Это тот человек, который патриотичен? Это тот человек, который обязательно должен быть связан с таким искусством? Или какие-то еще есть понятия? Скорее всего, здесь связано с тем, что народников начали называть тех людей, которые играли на народных инструментах. Это в первую очередь именно так было. Сейчас народники – это уже как большая семья. Сказать, что они играют только народную музыку, нельзя сказать, потому что народные инструменты – балайки, домры, гитары, мандолины – они уже стали академическими инструментами. И мы играем музыку не только той народности, которую мы представляем, а музыку вообще других стран играем. И поэтому на наших балайках звучат и произведения Дюка Лингтона, и Моцарта, и Бетховена, и Баха. Мы играли, вот были у нас гастроли, но не с родными напевнями, где-то в 97-м году были в Америку гастроли. И там мы играли в костелах, играли произведения в европейской музыке. Мы играли Баха, Моцарта, Вивальди, играли на народных инструментах. И было удивительно, когда нам говорили, давайте, вот следующая программа – это должна быть народная музыка. Мы играли, мы говорили, а как же в костеле этот храм, ведь было у нас гонение на народные инструменты, церковь как-то не понимала, не считала, что это бесовские инструменты. Сейчас уже по-другому идет отношение к церкви, потому что мы вспомним, даже во время гонений в церковной среде были поповские гусли, которые вот у нас используются. Они втихаря тоже играли, будем говорить, на этих мыслях. И поэтому сейчас то, что немножко поменялось мироразрение. Раньше говорили, что церковь, вот игра на народных инструментах отвлекала людей от церкви. И поэтому церковь была против вот этих вот вещей. Сейчас это идет содружество какое-то, и думаю, что это поможет развить у нас национальную культуру. А говоря о народных инструментах, сейчас народные инструменты стали академическими инструментами. И современные уже композиторы, которые пишут для народных инструментов, они используют материал народной песни, мелодии на национальной основе, но делают это в современной обработке, современными методами, современными стилями. И вот в этом как раз видится продолжение развития наших народных инструментов. А значит ли это, что интерес к народным инструментам, к народной музыке сейчас усиливается? Вы знаете, вот каждая эпоха развивается по спирали. Идет восхождение, затем идет спад. И вот был спад как раз вот в конце 90-х годов, был какой-то спад в развитии народного инструментального искусства. И потом начало развиваться исполнительство, сольное исполнительство, когда начали народные инструменты связывать с эстрадной музыкой, стали много звучать народных мелодий по центральному телевидению. Это послужило как бы толчком для развития народного инструментального искусства. Затем всевозможные конкурсы, которые... Да, могу сказать, что за последние 30 лет в России появилось, в России только появилось порядка 40 оркестров персональных, народных инструментов. Не только в России. Вот появление оркестров, народных инструментов в России послужило толчком для развития национальных оркестров в республиках. В Башкортостане, в Татарстане, в Коми, в Мариэл стали появляться свои национальные оркестры. И вот это вот, думаю, что... Ну, во-первых, это воспитание. Воспитание. Это воспитание. Это воспитание патриотизма, любви к Родине. И вот думаю, что вот в наших сложных условиях, в любой момент, когда было тяжело стране, на первый план выходили музыканты. Во время Великой Отечественной войны создавались бригады, которые выступали, поддерживали наших бойцов на фронте. Русланова, Осиповский оркестр. И вот за счет этих народных инструментов как раз создавался дух. Ну, вы 30 лет верны этому направлению. Вот что вас так крепко держит? Ну, я благодарен своим педагогам, которые привили мне любовь к народным инструментам, вот к балайке, в частности, к домре, к баяну. Я сам закончил еще как балайшник. И, конечно, вот тот энтузиазм, который был в 60-х годах, когда шло становление у меня как музыканта, наверное, повлияло на мою судьбу. То есть, значит ли это, что все-таки, как вы сказали, то спад, то подъем, в принципе, никогда не произойдет того переломного момента, что мы забудем свои корни, истоки, и вдруг в небытие уйдет вот это вот народное наше творчество? Я думаю, что этого никогда не случится, потому что вот я люблю говорить такую фразу, не знаю, может, она родилась у меня, может быть, где-то я ее услышал, что то государство, которое не сохраняет национальную свою культуру, у того государства нет будущего. Поэтому очень хочется надеяться. Сейчас государством делается очень много для поддержания и народных инструментов, для музыкальных школ закупаются музыкальные инструменты, и вот наше правительство Челябинской области тоже выделяет очень большое внимание. И вот в 2004 году, когда мы очень благодарны руководителю Виктору Георгиевичу Аникушину, который поддержал идею создания профессионального коллектива здесь, мы до этого существовали, с 2004 года, как студенческий коллектив. А в 2004 году Виктор Георгиевич Аникушин вышел с такой идеей создать на базе «Калинушки» создать профессиональный коллектив. Мы благодарны, что вот это понимание, что воспитательная роль народных инструментов, музыкальных инструментов, она должна превалировать в юношеской аудитории. Петр Александрович, вот вы называете «Калинушку» своим главным детищем. За эти 30 лет все ли вам удалось, все, что вы хотели, все, что вы планировали, задумывали? Или есть всегда куда развиваться? Есть хотелок очень много, конечно, но я человек достаточно реальный, потому что за эти 30 лет были моменты, когда коллектив существовал. Ну, вы знаете, вот уходит курс, и фактически начинаешь с нуля создавать коллектив. И опять эти полгода или год, опять создается программа новая. Сейчас вот, конечно, в этом плане у коллектива более стабильное положение, потому что за последние годы создано очень много программ, очень концертных программ. Это программы, мы гордимся нашей программой «Музыкальные памятники войны», которая вот пользуется уже 4 года, пользуется большой популярностью. И я помню этот концерт на площади возле монумента тылу фронта, когда присутствует, ну, я не знаю, сколько тысяч народу, и когда я вышел петь эту композицию своим оркестром, то, конечно, ноги тряслись, потому что это было волнение. Я представляю, как это можно. Но я очень благодарен. Вот эта программа, были программы «Русский романс», «Музыка в народные сказки», «Музыкальное путешествие в мир музыки», были «Русская тройка» новогодней программы. Вот сейчас идет программа «Музыкальный каламбур». Да, и хотелось бы, чтобы вы как раз пригласили наших телезрителей, ведь именно сегодня состоится этот музыкальный вечер. Пожалуйста, напомните, где и во сколько. Сегодня состоится концерт предновогодний, такой праздничный концерт оркестра «Калинушка». Почему мы назвали его «Музыкальный каламбур»? Потому что здесь есть доля юмора, шутки какой-то. Соединятся многие мелодии, будут накладываться друг на друга. Допустим, будет звучать музыка Баха вместе с Хачатыряновской лезгинкой. Лезгинка будет переходить в коробейники, и вот такой вот каламбур будет звучать классическая музыка. Будет звучать музыка для детской аудитории, будет звучать, конечно, русская народная песня. И мы говорим, что, вот как Александр Андреевич Сыганков сказал, что сейчас вот композиции на народной основе – это фактически шлягеры. Это шлягеры. Поэтому мы вот так вот назвали его. Приглашаем всех. И приглашаем сегодня в 18.00 в концертный зал концертного объединения на концерт оркестра «Калинушка». Вас благодарю, что пришли к нам в студию. Еще раз примите поздравления и с вашим личным юбилеем, и, конечно же, с юбилеем вашего родного коллектива. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня был заслуженный артист России, создатель оркестра русских народных инструментов «Калинушка» Петр Цокова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова